Первая книга царств, глава четвертая. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Овен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне-филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины-израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божии были и два сына Ильевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, — Отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, — Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, — Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. — Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение очень великое. И пало израильтян тридцать тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И побежал один вениаминтянин с места сражения, и пришел в селом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел. Ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И услышал Илий звуки вопли и сказал, — Отчего такой шум? И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда девяносто восьми лет. И глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию, — Я пришел из Тана, сегодня же я бежал с места сражения. И сказал Илий, — Что произошло, сын мой? И отвечал вестник и сказал, — Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля сорок лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами, и когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины, говорили ей, не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Ихавод, бесславие, сказав, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий.